Глава 11. Почему учеба в школе делает людей беднее? Критика устаревшей системы Я тысячу раз слышал «это невозможно». В какую бы страну мира я ни приехал, каждый раз, когда я начинаю объяснять уроки богатого папы о деньгах, долгах, налогах и всего того, чем занимаюсь в реальной жизни, мне всегда говорят «здесь это невозможно». Они правы. Для них невозможно то, что делаю я. А я могу делать это практически в любой стране мира. Дело в том, что у нас разное образование. Другими словами, настоящее образование дает человеку новые возможности. Оно позволяет делать то, что недоступно другим, и во многих случаях человек бы и сам раньше не поверил, что способен на подобное. Фейковое образование делает людей бедными, маленькими, слабыми, ограниченными, связанными по рукам и ногам своими же собственными мыслями. Я не могу. Самые вредные слова, которые человек только может произнести – «я не могу» или когда речь идет о деньгах, «я не могу себе этого позволить». В чем заключается причина бедности? Финансовая бедность и униженное состояние людей объясняются вот этими простыми словами – «я не могу себе этого позволить». Если человек не способен превратить эти слова в вопрос «каким образом я могу себе это позволить», он навсегда останется бедным, независимо от того, сколько зарабатывает. «Мне хотелось бы». Недавно одна знакомая спросила – «куда ты собираешься поехать в этом году?» «У меня намечены поездки в Австралию, Японию, Африку и Европу», – ответил я. Я бы тоже так хотела, вздохнула она, но не могу себе позволить. Это возвращает нас к самому началу главы. В какой бы стране мира я не начал объяснять, как использовать долги и налоги в своих интересах, кто-нибудь обязательно скажет – «у нас это невозможно». Всем известно, что когда один палец указывает вперед, три обращены назад. Решайте сами, какие из этих пальцев символизируют меня, а какие – тех, кто возражает. В этом-то вся проблема, возникающая из-за школьного образования. Без настоящего финансового просвещения большинство людей так и проживут всю жизнь, повторяя одно и то же. «Я не могу себе этого позволить, у нас это невозможно, мне тоже хотелось бы». Образование порождает бедных пап В книге «Богатый папа, бедный папа» действительно изображен мой родной отец, но он служит метафорой для неадекватного и устаревшего современного образования, не способного подготовить учеников к реальной жизни. Я несчетное количество раз задавал вопрос миллионам людей «Что вы узнали о деньгах в школе?» Ответом обычно был недоуменный взгляд или высказывание типа «Я учил экономику» или «Нам объясняли, как поддерживать баланс чековой книжки». Извините, но экономика и баланс чековой книжки – это не наука о деньгах. Каждый раз, когда я спрашиваю людей, что они узнали в школе о деньгах, это служит еще одним уколом прямо в сердце и душу современной системы образования. Истреблен будет народ мой В воскресной школе нам читали отрывок из книги пророка Осии «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Я не проповедую, а цитирую древнюю мудрость. Те, кто возглавляет современную систему образования, должны посмотреть в зеркало и задать себе вопросы. Какие знания я отвергаю? Какие предметы мы не изучаем? Почему многие так ненавидят школу? Почему многие говорят, что школа – это потерянные годы? Почему в школах ничего не рассказывают о деньгах? Почему священнослужителям просвещения учителям платят так мало? Почему многие студенты выходят после учебы в жизнь с такими огромными долгами? Все эти вопросы напоминают о моем бедном папе, прекрасном человеке, который посвятил свою жизнь публичному просвещению и, к сожалению, сам стал жертвой системы образования. У нас это невозможно. Несколько месяцев назад меня пригласили выступить в местной церкви. Я провел там обычную беседу о долгах, налогах и о том, почему богатые становятся все богаче. Когда в конце подошло время вопросов и ответов, какой-то прихожанин поднял руку и сказал, «То, о чем вы говорили, здесь сделать невозможно». Я напомнил ему, что церковь расположена менее чем в восьми километрах от моего дома и что мне удалось сделать все, о чем я рассказывал, причем именно здесь, а потом заверил всех присутствующих, что богатые делают это повсюду в мире. Именно поэтому они стали богатыми и продолжают богатеть. Человек, который задал мне вопрос, встал и сказал, «Я врач, у меня лучшие финансовые консультанты, но я уверен, что не смогу сделать всего, о чем вы тут рассказываете. Я уже проходил все это во всех странах мира, поэтому поинтересовался. Во что вы вкладываете деньги? У меня частная практика, поэтому я пользуюсь пенсионной программой IRA. У меня несколько миллионов накоплений, полностью выплаченные собственный дом и кондоминиум, где я провожу отпуск». «И это все?» – спросил я. Он кивнул и уставился на меня в ожидании ответа. «Вы правы», – сказал я. «Вам не удастся этого сделать. А вот я могу». Никто не сомневается в том, что врач – это высокообразованный человек. Имея частную медицинскую практику, он находится в квадранте С, где обитают специалисты и самозанятые люди. Его инвестиции и налоги также соответствуют статусу представителя квадранта С, где налоги обычно самые высокие. И этот врач прав, он не способен на то, что доступно мне. Смена квадрантов В 1973 году я записался на курсы по программе MBA, где меня готовили к работе в квадранте R в качестве наемного работника. В том же году я начал посещать курсы по инвестированию в недвижимость и прослушал семинар, целью которого было сделать из меня профессионального инвестора – представителя квадранта И. Причина, по которой люди не могут сделать того же, что и я, заключается в том, что они ходили в школу, где их готовили к квадрантам R и S и к роли пассивных, а не профессиональных инвесторов. Поэтому врач, который говорил мне, что описанные мною действия невозможны, выглядел так же нелепо, как если бы сказал мне, вы не в состоянии летать, потому что я не умею. Я умею летать, потому что профессионально занимался этим пять лет в летной школе и во Вьетнаме. В области финансов я делаю то, что умею делать, поскольку школы, которые я посещал, готовили меня к работе в квадрантах B и E. Для каждого квадранта есть свое образование. Сила образования Настоящее образование дает возможность заниматься тем, что вам нравится. Если вы хотите быть врачом, идите в медицинский институт. Если хотите быть пилотом, идите в летное училище. Если хотите быть богатым, куда вы пойдете? Вот что значит правильный выбор образования. Проблема в том, что многие люди выходят из стен школы, не располагают должной подготовкой к жизни. Многие вспоминают систему образования с ненавистью, сталкиваясь с вещами, к которым их не готовили, они говорят, «Я не могу этого сделать». Это такое же самоограничение, как и слова «Я не могу себе этого позволить» или «Это невозможно». Вместо того, чтобы заняться поисками нужного образования и правильного учителя, люди ограничивают свой разум и сужают возможности. Устарело ли образование? Вторая часть этой книги, «Фейковые учителя», является самой важной, потому что нет ничего важнее образования. Если бы наша система образования работала как следует, то не было бы нужды в первой части «Фейковые деньги». При наличии настоящего образования отпала бы необходимость писать третью часть «Фейковые активы». Если бы система образования предлагала настоящее финансовое и духовное образование, то нашим лидерам не сошли бы с рук печатания фейковых денег и продажи фейковых активов. Вот почему вторая часть самая важная в этой книге. Нет ничего важнее настоящего образования, академического, профессионального, духовного и финансового. Все это становится сегодня значимым как никогда. Образование, от которого опускаются руки Причина, по которой люди постоянно твердят мне, что все, что я делаю, невозможно, заключается в том, что наша система образования создает у них ощущение бессилия. Как уже говорилось, большинство великих университетов были основаны такими людьми, как Джон Рокфеллер, Корнелиус Вандербильд, Леланд Стэнфорд, Сесил Роц, известными как бароны-разбойники. Их интерес к образованию подогревался желанием найти самых лучших и умных студентов, а затем обучить и подготовить их к работе на себя. Из них надо было сделать наемных работников, а не предпринимателей и изобретателей, которые могли бы составить им конкуренцию. Баки Фуллер говорил, что бароны-разбойники основали лучшие университеты в стране с целью поиска лучших умов для последующей работы на богатых людей в качестве специалистов, юристов и финансистов, а не для того, чтобы делать из них богатых людей. Вот почему наши самые великие предприниматели типа Билла Гейтса, Стива Джобса, Майкла Делла и Марка Цукерберга бросили учебу в отличных учебных заведениях. Очевидно, они не могли получить там желаемого образования, которое готовило бы их к работе в квадрантах Б и И. Переход в другой квадрант Сегодня миллионы людей занимаются работой, которую ненавидят или за которую платят недостаточно, а может и то, и другое сразу. Они понимают, что надо что-то менять, но вся проблема в страхе перед переменами. Кроме того, они не знают, что именно надо поменять. Образование, а точнее его нехватка, удерживает этих людей на месте. Они боятся перемен и неудач. Когда я объясняю разницу между четырьмя квадрантами, многие высказывают желание что-то изменить. Но все дело в том, что для перехода из одного квадранта в другой, особенно со стороны Р и С, на сторону Б и И, необходимо настоящее духовное и финансовое образование. Вот почему большинство людей пребывают в состоянии паралича, как мой высокообразованный бедный папа. После того, как он вызвал на бой губернатора Гавайев и проиграл выборы, ему уже не удалось подняться на ноги. Это был первый случай в жизни, когда он потерпел неудачу. Полученное образование удерживало его в квадранте Р. Он был не в состоянии выйти за его рамки, даже несмотря на то, что был безработным. Он приобрел франшизу на торговлю мороженым, чтобы перейти в квадрант С, и потерпел крах. Он не был предпринимателем и не смог вырваться за пределы уровня образования и образа мышления, свойственных квадранту Р. Он не смог измениться. Невидимая бедность Школа готовит людей к бедности, внедряя в их сознание предпосылки так называемой невидимой бедности, наказания учащихся за допущенные ошибки, внушение того, что ошибки – это признак глупости, заучивание ответов вместо учебы на практике, сопряженной с ошибками, внушение того, что существует единственный правильный ответ, который известен учителю, противопоставление правильного неправильному вместо концепции трех сторон монеты, отсутствие реального финансового образования, объявление сотрудничества списыванием, индивидуальное выполнение контрольных работ, недопустимость обращения за помощью, недопустимость слов «я не знаю», отказ в помощи окружающим, разделение учащихся на умных и глупых. Кризис Баки Фуллер был футуристом. В предисловии к своей книге «Критический путь» он пишет «Человечество все глубже втягивается в кризис, кризис беспрецедентного размаха». Будучи футуристом, Фуллер говорил не о кризисе 1981 года, он предостерегал нас от кризиса, который мы наблюдаем сегодня и с которым людям, родившимся после 1981 года, еще только предстояло столкнуться в 21 веке. Ускорение Ускорение Фуллер предупреждал нас о феномене, который он называл ускорением ускорения. По его представлениям, оно должно было начаться, когда человечество перейдет от индустриальной эры к информационной. Перед своей смертью в 1983 году этот футурист предсказывал, что еще до конца текущего десятилетия появится новое изобретение, которое радикально изменит мир. Десятилетием раньше, в 1969 году, родился предшественник интернета ARPANET. Эта компьютерная сеть была создана в интересах Министерства обороны США. Изначальная цель ARPANET заключалась в том, чтобы с помощью телефонных линий связывать между собой компьютеры исследовательских учреждений, работавших на Пентагон. В 1989 году Тим Бернерс Ли изобрел всемирную паутину, и это ознаменовало переход от индустриальной эры к информационной. Началось ускорение-ускорение. Однако образование не претерпело изменений, оно осталось как бы замороженным во времени. Еще раз повторю урок, преподанный мне в воскресной школе. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. В 21 веке миллиарды людей находятся на грани гибели из-за нехватки знаний. Фуллер предупреждал нас в критическом пути. Человечество все глубже втягивается в кризис, кризис беспрецедентного размаха. Выступая перед нашей учебной группой в 1981 году, он объяснил причину тех бед, которые грозят миллиардам людей. «Перемены в информационную эпоху невидимы», — говорил он. «Нельзя увернуться от приближающейся угрозы, которой ты не замечаешь». Похожие выражения использовал и мой богатый папа. Когда в 1971 году Никсон отменил золотое обеспечение доллара, он сказал, что деньги стали невидимыми. В книге «Критический путь» Фуллер пишет, «Я глубоко убежден в том, что все человечество находится под угрозой уничтожения, если хотя бы один из нас не осмелится сейчас и всегда говорить правду, и одну только правду». Разговор с родителями После смерти Фуллера я постоянно предупреждал родителей о неспособности системы образования подготовить их детей к жизни в реальном мире и о невидимой бедности, которую оно им сулит. Я рассказывал родителям о том, что школы наказывают учащихся за ошибки, рассматривают сотрудничество как списывание, вынуждают выполнять все задания строго индивидуально, отбивают у детей и желания просить о помощи, отбивают у них охоту помогать другим, делят детей на умных и глупых. Почти всегда родители отвечали, «Я знаю, что образование переживает не лучшие времена, но только не в той школе, где учится мой ребенок. Это прекрасная школа, дети там счастливы, они сотрудничают друг с другом и любят учителей». Или другой вариант, «У меня очень умные дети, один из них учится в престижной школе права, а другой в докторантуре, и у обоих будет хорошая, высокооплачиваемая, надежная работа». Не зря Фуллер предупреждал, «Нельзя увернуться от приближающейся угрозы, которой ты не замечаешь». Нью-Йорк Таймс. Воскресный обзор книг от 15 июля 2018 года. «Мы едва держимся на плаву в Америке». Роберт Райх, занимавший пост министра труда с 1993 по 1997 год, встревожен изменениями, происходящими на рынке труда. Он пишет, «Я говорю не о том, что в будущем роботы с большими мозгами захватят цивилизацию людей с маленькими мозгами, а о ближайшей, неминуемой перспективе, когда они отберут у нас рабочие места. Это уже происходит. Роботы и другие схожие с ними формы искусственного интеллекта быстро вытесняют заводских рабочих, операторов колл-центров и клерков. Скоро мы попрощаемся с водителями, складскими рабочими и представителями других профессий, выполняющими повторяющиеся операции, включая фармацевтов, бухгалтеров, юристов, диагностов, переводчиков и финансовых консультантов. Вскоре машины будут выявлять рак лучше врачей. Это не значит, что в будущем у людей вообще не останется никаких профессий, как вещают некоторые мрачные пророки. Но роботы почти наверняка снизят ставки оплаты на оставшихся рабочих местах, где не обойтись без людей. Персонал, ухаживающий за детьми, стариками и больными, личные тренеры, продавцы и тому подобное. Роботы не смогут выполнять эту работу просто потому, что они не люди. Даже сегодня, когда развитие техники уже привело к замене многих людей роботами, у нас нет нехватки рабочих мест. У нас нехватка хороших рабочих мест. Сегодня среднестатистический американец зарабатывает примерно 44,5 тысячи долларов в год, что не намного больше среднего заработка в 1979 году с поправкой на инфляцию. Почти 80% взрослых американцев утверждают, что живут от зарплаты до зарплаты, а многие не знают, какой будет их следующая зарплата. Предупреждаю родителей, в информационную эру они не могут знать, чему школа учит или не учит их детей, потому что перемены и деньги стали невидимыми, а настоящее финансовое образование отсутствует. Большинство родителей знают только то, чему их учили в школе. Они не знают, чего не хватало в их образовании. Вот почему родители, с которыми я беседую, как правило говорят, мой ребенок учится в хорошей школе. Без настоящего образования разрыв между богатыми и всеми остальными будет расширяться, даже если дети хорошо учатся. А если этот разрыв растет, то возрастает и вероятность возникновения социальных волнений и революций. Человеческие активы и пассивы Когда мы стали немного старше, богатый папа рассказал своему сыну и мне, что помимо финансовых активов и пассивов, существуют еще и человеческие. Богатый папа нарисовал для нас следующую схему. Смотрите схему на странице 18 в приложении к аудиокниге. Потом он сказал, ваш самый главный актив это люди, но они же и главный пассив. Когда родители говорят мне, я знаю, что образование переживает не лучшие времена, но мой ребенок учится в прекрасной школе, я рисую им такую же схему о человеческих активах и пассивах. После того, как слушатели на моих семинарах разберутся с сутью финансовых отчетов и разницей между активами, которые направляют деньги в их карман, и пассивами, которые вытягивают их оттуда, я демонстрирую им балансовый отчет богатого папы применительно к людям. Поначалу дискуссия разворачивается со скрипом. Никто не хочет признавать, что люди могут быть пассивом, однако со временем правда начинает выплывать наружу. И тогда можно услышать следующие истории. Моего сына выгнали из колледжа, и теперь мне приходится выплачивать за него кредит, взятый на учебу. Он все еще не может найти работу. У моей дочери муж был наркоманом, она ушла от него с пятью детьми и теперь живет с нами. Она окончила колледж, но не может работать, так как трое из ее детей пока младше 12 лет. Мой отец оказался безработным, когда закрылся магазин, в котором он работал. Отец израсходовал все свои накопления из пенсионной программы 401k и теперь живет с нами. Он хочет работать, но пока не может найти высокооплачиваемое место. Мой финансовый консультант не помог мне ничего скопить. Мне осталось 6 лет до пенсии и я задумываюсь о том, на что буду жить в старости. Мой партнер по бизнесу заболел и теперь мне приходится поддерживать его и его семью. У меня недоимки по налогам и правительство грозит, что будет взыскивать их из моей зарплаты. Но недоимки-то образовались как раз из-за того, что я недостаточно зарабатываю и мне не на что жить. Мне даже не хватает денег от зарплаты до зарплаты, а долг с каждым месяцем становится все больше. Я уже не могу позволить себе покупать лекарства. В конце дискуссии я спрашиваю, вы все еще считаете, что наше образование готовит людей к жизни в реальном мире? Это предостережение заслуживает того, чтобы повторить его еще раз. В информационную эру они не могут знать, чему школа учит или не учит их детей, потому что перемены и деньги стали невидимыми, а настоящее финансовое образование отсутствует. Одна из причин, заставивших Фуллера написать «критический путь» заключается в следующем. Я глубоко убежден, что все человечество находится под угрозой уничтожения, если хотя бы один из нас не осмелится сейчас и всегда говорить правду и одну только правду. Перевод. Для выживания человечества необходимо, чтобы каждый из нас начал говорить правду. Когда люди начинают говорить о человеческих пассивах в своей жизни, из их уст звучит правда о неадекватности их детей и недостатках образования. Проще говоря, образование не в состоянии готовить людей к жизни в мире, который меняется все быстрее, причем эти изменения невидимы, как и деньги. Без настоящего духовного образования люди впадают в паралич, потому что фейковые учителя учат их избегать ошибок и не просить помощи, называя это жульничеством. Без настоящего финансового образования люди слепы, и это на руку экономической элите, потому что ей так легче обкрадывать людей, работающих за деньги. Правы, те, кто не имея настоящего духовного и финансового образования, говорит, это невозможно. И эта мысль не нова, она выдержала испытания временем и встречается еще в Библии. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Но у меня есть для вас хорошая новость. Из следующей главы вы узнаете о просветительской роли предпринимателей, тех людей, которые делают то, что необходимо делать, чтобы выйти за рамки устаревшей системы. Ваши вопросы и ответы Роберта. Вопрос. Разве учеба в колледже не приносит никакой пользы? Гэри Б. Сингапур. Ответ. Разумеется, приносит. Для многих людей это первое место, где они сталкиваются с многообразием точек зрения, где можно опробовать крылья и исследовать пределы возможностей, испытать новые ощущения и познакомиться с людьми, отличающимися происхождением, идеями и мнениями. Образование имеет разные формы, и учеба в колледже одна из них. Надо только сопоставлять отдачу от традиционного образования с потенциальной ношей долга по студенческому кредиту. Единого для всех рецепта не существует. Каждый должен сам взвешивать все за и против с учетом своих целей и замыслов на будущее. Вопрос. Что вас больше всего раздражает в традиционном образовании? Адам К. Чехия. Ответ. Вообще-то немногое, и все эти вещи взаимосвязаны. Главное, что традиционное образование не готовит людей, какого бы возраста они ни были, к жизни в реальном мире. Мы существуем не поодиночке, нам необходимо сотрудничать. Школа называет это списыванием. На мой взгляд, основным признаком интеллекта является способность непредвзято оценивать чужие точки зрения и подходы к проблемам. Школа, как правило, дает один правильный ответ. В реальном же мире правильность ответа зачастую зависит от личных обстоятельств и условий. Вопрос. Что вы имеете в виду, когда говорите, что вас удручают слова «я не могу» и «я не могу себе позволить»? Сесилия Джей, Великобритания. Ответ. Я считаю, что подобные утверждения ограждают ваш разум от благоприятных возможностей. Они сужают ваше мышление, в то время, как вы должны мыслить максимально широко. Если вы зададите вопрос по-другому, каким образом я смогу себе это позволить, то тем самым побудите свой интеллект искать решения и возможности. Вопрос. Может быть, имеет смысл начать обучение в дешевом университете, а затем попытаться перевестись в тот, что получше, Агимбе, Эстония? Ответ. Каждый должен сам решать, что для него лучше. Ценность учебного заведения, будь то университет или школа, определяет только сам учащийся. Вопрос. Что же такое настоящее образование? Билли К. ЮАР. Ответ. Настоящее образование должно давать вам возможность заниматься тем, чем вы хотите. Его источником являются настоящие учителя, люди, которые сами на практике делают то, чему учат остальных, а вы должны быть активным участником этого процесса. Вопрос. Как определить, кому можно доверять в эпоху ускорения-ускорения и информационной перегрузки, когда все так быстро меняется? Алекс К. Турция. Ответ. Вопрос на миллион долларов. И ответ на него, как и на многие другие жизненно важные вопросы, начинается с образования. Вы сами должны стать умнее, чтобы уметь отличить правду от лжи, реальность от фейка. Вопрос. Как научиться языку денег? Анджела С. Новая Зеландия. Ответ. Начните с расширения своего словаря, добавляя в него понятия, связанные с финансами и экономикой. Слова обладают силой. Каждый день учите по одному новому слову. Вскоре вы обнаружите, что они будут постоянно попадаться вам в теле и радиопередачах, в газетных новостях и интернете. Не пожалейте времени, чтобы понять, что они означают. А если возникают трудности, найдите человека, который может их объяснить и обсудить вместе с вами. Вопрос. Я всегда чувствовал, что огромная часть ответственности за наше образование лежит на родителях. А как вы считаете? Джастин Джей, США. Ответ. Поскольку моим главным наставником был богатый папа, думаю, ответ достаточно очевиден. Родители это наши первые и во многих случаях лучшие учителя. Особенно, если они воспитывают детей, которые от природы любознательны, готовы к опытам и открытиям, любят задавать вопросы и не довольствуются одним-единственным правильным ответом. Но, пожалуй, основная задача родителей состоит в том, чтобы привить ребенку правильное отношение к ошибкам. Ошибки это средства учебы. Каждая из них содержит какой-то урок. Ошибки дают возможность узнавать что-то новое и приобретать позитивный опыт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok